Как наш брат Камиль Гаджиев говорит, тонкий лед, действительно. У Наримана Абасова сегодня был тонкий лед. Как промоутер я бы не хотел, это зрелищный боец. Как человек, как старший брат, наверное, да, его. Он меня воспринимает старшим, я его воспринимаю как своего, как сказать, младшего, да, брата. Я, конечно, бы не хотел, чтобы он больше дрался. Все, что принадлежит нам, оно не уйдет. Все, что нас не должно коснуться, оно не коснется, блин. Чего бояться? И перед началом этого видео хочется рассказать о наших партнерах из Алимбет. Лучшие линии на UFC, Беллатр, Эйсей, Найза и другие спортивные мероприятия. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии под этим видео. Смотрите все условия и помните о бонусах и крутых акциях для новых пользователей. Алимбет. Для тех, кому всегда мало. Нурбек, турнир прям с проблемами, скажем так, прошел. Тут стоит взять небольшую паузу и рассказать о том, что в главном бою вечера изначально должен был драться Фаниль Рафиков, но травмировал ребра за две недели до турнира. А сам турнир должен был пройти 18-го, а не 20-го марта, причем в Астане, а не Алматы, куда был перенесен из-за независимых от лиги причин. Ну, в итоге, доволен дезодатом. Ну, а ты доволен? Тебе понравилось? Да, хороший. Я тебе говорил, что будут бои, которые действительно понравятся людям. И, если честно, я вот с первого боя, наверное, это первый мой турнир, когда я вот так сидел с начала до конца. Единственное, я не посмотрел только раунд, первый раунд Жумана. Там гости пришли, встретил, переговорил. А так, в целом, очень круто было. Практически больше половины карта меня удивила. И, да, проблемы, я же тебе это говорил, что мы только крепчаем. Наши ребята вообще, с командой Найзы и Матум, ну, все наши команды, которые делают этот ивент, вплоть до уборщицы, которые здесь полы моют, от директоров здесь, которые менеджеров ходят, они красавчики. Почему? Потому что, ты видишь, этого помещения в плане не было, этого развеса в плане не было, этого освещения в плане не было. Все было в Астане. Ребята за три дня все это перенастроили, сделали, поставили на продажу билет, зал полный. Поставили PPV, платную трансляцию, да, сделали. То есть, там, кстати, тоже рекорд побили, кстати, вот, к тебе к удивлению. То есть, зарегистрировано более, ну, сейчас мне точную цифру идут, но там около двух тысяч. А не смогли зайти, там, по ошибкам, картам и так далее, так далее, около четырех или пяти тысяч. То есть, это меня очень радует. Почему? Потому что люди стараются, и эту историю мы можем продолжить. Вот с такими боями, да, там, сейчас еще лучше бои пойдут. Вот, если народ нас поддержит, каждый человек нас поддержит, мы здесь будем привозить достойнейших, сильнейших бойцов, да, то есть, вот, как Нариман Абасов и другие, да. Я думаю, турнир удался, и все очень так, шикарно получилось. А не боишься тоже, ну, мы с тобой об этом раньше говорили, потеряйте Наримана, потому что, ну, Нариман действительно очень ценный актив, его захочет точно и Камилл, и другие организации, и он сам хочет, там, на претендентскую серию. Все, что принадлежит нам, оно не уйдет. Все, что нас не должно коснуться, оно не коснется, брат. Чего бояться? Если бы это помогло бы мне, чтобы, когда я боялся, и этого, как бы, что это произойдет, но это же не поможет. Соответственно, все, что меня не должно обойти, оно не обойдет, а то, что обойдет, то обойдет. Что скажешь по итогам бетербола, по-любому, знаешь, будут такие вопросы. Приехали бойцы ММА во всех командах, ну, где-то были кулачники, где-то ММА, и команда Найзат, должны были быть бойцы Найзы. Но там был экс-чемпион, он действительно в Найзи дрался, и ребята уже там вольники, кто-то еще. Ну, в целом, это команда Найзи, они, я не знаю, но, может, какой бы разговор не был, но игра была игрой. Нельзя сказать, чтобы, так, знаешь, как бы, они прям конкретно были на голову выше, игра, они просто сыгранные были. Ну, Камиль же Гаджиев говорил мне, что хайт-найт сыгран, я думаю, здесь у него ребят не было, которые там раньше играли, да, допустим, часто. Но это интересная история, почему это было, как тебе сказать, дружеская обстановка, ты сам все видел, да, ребята кайфанули. Я не знаю, ну, конечно, они заработали, трое из четырех команд они заработали, да, поймали хорошие такие эмоции, да, но, помимо того, они подружились, все ушли с настроением, каждый из игроков подошел ко мне и поблагодарил, говорит, вам спасибо за огромное, это вообще что-то сумасшедшее. И я считаю, удалось играть, я думаю, проблем нету в этом. Еще один заход про не боишься ли ты, смотри, это был 50-й турнир, был очень большой громкий бой, хоть и действительно был турнир с проблемами, но в итоге турнир получился. Не боюсь, что ты, что 51-й там не получится уже таким громким, потому что, ну, надо чем-то удивлять и успеешь ли чем-то удивить. Ну, ты же, ну, ты же в 49-м так говорил, когда прошел такой громкий ивент, ты говорил, что 50-й какой должен быть, чтобы перебить 49-й, вот он, и это будет уже, как бы, это как ком, который я тебе говорил, с горы катится, его уже не остановить, он будет катиться, катиться, главное, чтобы нам не мешали, главное, чтобы нас поддерживали, главное, чтобы каждый фанат нас поддерживал, мы будем только расти, бирза, и я же говорил, идите в планетариум, берите телескоп и смотрите в космос, увидите нас там. Или на сайте за 990 тенге. Не, вообще, на самом деле, я хочу благодарность нашим фанатам сказать, я заходил в периодический сайт, у кого-то получался, у кого-то не получалось, но через один комментарий благодарят, через один комментарий, вот такой патриотическое, как бы, не только казахстанский, наверное, но и многие фанаты пишут, мы поддержим, мы сделаем, это надо, это круто. Я думаю, сейчас вот эти бои, которые посмотрят, это действительно было шоу, это было, как тебе сказать, вот с точки зрения спортивной составляющей, вот этот бой последний, ты сам понимаешь, это был шикарнейший поединок, все было на грани, как наш брат Камиль Гаджиев говорит, тонкий лед, действительно, у Наримана Абасова сегодня был тонкий лед, но он выгреб, вышел оттуда, сделал свое, красавчик. это мастерство, он показал свое мастерство, и реально, и реально, знаешь, как бы,рафт heard, он реально показал свое мастерство, и, знаешь, файтнайт, все-таки сильнейший организация, одна из сильнейших организаций, действительно, чемпион файтнайтс это, Это сталь. Это сталь, это сила, это воля. Вот так. Не буду отвлекать от фотосессий. Нет, нет, все брат, если есть вопрос. Все, давай, вот он. Все. Все, все. Записывать факт. И давай напоследок еще по поводу Жумана я хотел тебя узнать. Ты уже выяснил, что там случилось, потому что выглядело прямо это все ужасно. Сейчас будет контент не для слабонервных, так что если вы такой, то перемотайте видео ровно на 36 секунд вперед, иначе придется смотреть на оторванное ухо. Что за травма у Жумана? Мне кажется, уже были проблемы с ухом. Вот уже здесь кусок висит. Да, они уже были до этого удара еще. Да, ребятам звонил, узнавал, ухо порвалось, зашивает. В тот момент, когда я звонил, как раз зашивали. Ну, сейчас я обязательно отсюда выйду, свяжусь, съезжу, если будет такая возможность. Ну, я думаю, такая травма у бойцов она была, и в борьбе была, я помню, там, и где-то я еще видел. Это такая, знаешь, как бы рядовая травма, когда ухо сломано, попадает локоть, он за счет, за счет вот этой, как бы, натянутости ухо, оно рвется, да, то есть бывает такое. А у Жумана ухо как раз-таки правое, очень сильно было сломано раньше. Стоит ему перчатки теперь класть на конвас или нет? Жуман, Жуман для меня, это легенда. Жуман дрался с первой наизы, с первой 2013 года наизы дрался. Я не знаю, сколько, где-то, порядка он 7-8 боев провел здесь, если не больше. Это парень стали. Он ни за что бы, как бы, знаешь, как бы, не сдался бы, ни за что бы, там, не отказался бы. Он готов на все, до конца идет. И вот ты видел, да, как он шел прямо линейно, в конце видел, что как бы подустал, что-то не получается, но шел, 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 шел. Это баттер. Конечно, как промоутер я бы не хотел, это зрелищный боец. Как человек, как старший брат, наверное, да, его, он меня воспринимает старшим, я его воспринимаю как своего, как сказать, младшего, да, брата. Я, конечно, бы не хотел, чтобы он больше дрался. Почему? Потому что все сложнее и сложнее ему получается. И мне, честно сказать, не то, что жалко его, да, а вот просто человеку надо поберечь. И если он скажет, я завязал, в Найзе ему есть место, кем работать и кем быть. В команде, и он будет рядом, и в Найзе будет находиться. Я хочу, чтобы он был сидел, тоже рядом был, возможно, комментатором, возможно, кем-то еще, но в команде, в Найзе. Это для меня, это очень дорогой человек. Спасибо всем, кто смотрит наши видео, но мы существуем не только в YouTube-формате. Настоятельно рекомендую подписаться на наш Telegram-канал, где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры UFC, постим самые свежие анонсы инсайды из мира MMA, на наш Instagram, где отвечаем на все ваши вопросы, проводим прямые эфиры, записываем эксклюзивы за кулиси с турниров, на наш Twitter для настоящих эстетов единоборств, на наш VK и даже Яндекс.Зен. Мы есть везде. И, конечно, огромный респект тем, кто поддерживает наш канал рублем. Реквизиты указаны в описании под видео, и каждый из донативших может оставить свое сообщение, которое, конечно же, попадет в историю и прямо сейчас появится на вашем экране. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!